Автоматический конвейер, по которому движутся яйца, соединяет три птичника. В них находятся куры двух пород – белой и красной. Соответственно, яйца получают тоже двух окрасов – привычные белые и коричневые. Собирают их два раза до обеда и дважды после, причем автоматически. Из клетки они выпадают на ленту и по ней движутся к конвейеру. За процессом следят птичники. Сразу бросилось в глаза, что сотни тысяч яиц, которые идут по конвейеру, аккуратные и чистые. Кормораздача у нас автоматически. Плюс мы вдвоем работаем, две птичницы. Стараемся. Делают у нас два раза в неделю дезинфекцию, плюс влажная уборка. И поэтому яйцо у нас более-менее нормальное, чистое. В одном птичнике находятся около 40 тысяч кур. В каждой клетке до шести несушек. В этом литере живут молодые цыплята. Их возраст около двух с половиной месяцев. После того, как эти птицы тоже начнут нести яйца, сбор на фабрике увеличится до 100 тысяч штук. По конвейеру все яйца попадают вот сюда, в сортировочный цех. Здесь установлен специальный автомат, который позволяет распределить яйца отборные первой и второй категории. Вот здесь можно посмотреть, сколько яиц прошло за смену. Всего 38 176 на данный момент. Также можно узнать, сколько отборных, сколько яиц первой и второй категории. Ну и, конечно, автоматика все делать сама не может. За качеством продукта следят люди. Сейчас на птицефабрике около 120 тысяч кур несушек. Прокормить такое поголовье удается без особых затрат на покупку корма. Его на фабрике готовят сами. Примерно 90 процентов кормов сюда поставляет колхоз «Красная звезда», который вместе с птицефабрикой входит в один холдинг. Покупать приходится только соевую муку и кормовой шрот. На прокорм птицу ходит несколько тонн корма. В месяц, в сегодняшний день в районе получается в районе 13,5 тонн. На четвертом литре, где молотняк, сами видите, что в сегодняшний день они еще маленькие и в районе 60 грамм седают. А когда они дорастут 5 месяцев, в среднем кур съедают в сутки, это получается 115 грамм. У нас, когда в декабрь месяц, у нас где-то расход корма где-то в районе 16-16,5 тонн будет в день. Кстати, как только процент производительности кур несушек падает до 80-85 процентов, их отправляют на убой. Делают замороженную продукцию, а также фарш. В свою очередь, молодых цыплят на птицефабрике выводят сами, а не закупают. Также на территории птицефабрики располагается инкубационный блок. Здесь есть инкубационные шкафы и выводные шкафы. Вот в таких больших инкубаторах вся температура, нужные повороты и так далее выставляются автоматически. Кстати, яйцо на птицефабрику для того, чтобы вылупились цыплята, поставляют из Новосибирска. Свою продукцию ново-ивановская птицефабрика отправляет не только по Амурской области, но и по всему Дальнему Востоку. В частности, в Хабаровский край, Приморье, Якутию. На предприятии говорят, хотели бы заключить договоры и с амурскими бюджетными организациями, например, с детскими садами и школами. По словам руководителя птицефабрики, компания должна развиваться, быть прибыльной и выпускать качественную продукцию.